Всем привет! История повторяется, или другими словами, все новое есть хорошо забытое старое. На ежегодном собрании Американского общества в головной боли в 2019 году доктор Ашари с коллегами из медицинской школы Техасского университета Хьюстон США представили результаты исследования, которые показали, что добавки с рибофлавином снижают частоту и тяжесть головной боли пациентов с мигренью и дефицитом витамина В2. Частота приступов мигрени в месяц исследований снизилась с 14 в его начале до 3 при лечении. Более того, около 80% пациентов не имели приступов мигрени в течение 2 лет исследования. Интересно, что эффективность высоких доз рибофлавина в профилактике мигрени впервые показана в 1998 году Шуэн с коллегами из университета Льежа, Бельгия по результатам рандомизированного контролируемого исследования. В нем рибофлавин был эффективен до 400 мг в течение 3 месяцев приема. Впоследствии эффективность рибофлавина в профилактике мигрени неоднократно подтверждалась другими исследованиями. Американская Академия Неврологии и Американское Общество Главной Боли включили рибофлавин в список средств профилактики мигрени у взрослых. Напомню, что такое лечение эффективного пациента с пониженным уровнем рибофлавина в крови пациента. Не забывайте, что добавки с рибофлавином являются высокоэффективным, легко переносимым и доступным средством профилактики приступов мигрени. Если есть вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Спасибо за подписку и распространение видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!